Только на Амурскую столицу опускается тепло, на дорогах появляются они, двухколесные перевозчики, не требующие водительского. Несмотря на доступность такого вида транспорта, желающие прокатиться на них с ветерком должны помнить. Развлечение несет опасность как для самих рулевых, так и для прохожих, особенно если выбрать для движения, не предназначенную для этого территорию. Нередко жители областного центра жалуются на пользователей СИМов, создающих неудобства для прогулок в общественных местах. Об этом пишут в чат-бот мэра Олега Имамеева. Поскольку в полномочия администрации не входит ограничение движения средств индивидуальной мобильности, власти проработали вопрос с предпринимателями, предоставляющими самокаты горожанам в аренду. Операторы должны в своих приложениях установить красные зоны в границах, которые обозначены в городе Благовещенске, как запрещенные для передвижения. Что это значит? То есть оператор в своем приложении устанавливает красную зону и когда человек, который взял арендованный электросамокат, двигается, он когда подъезжает к этой зоне, электросамокат начинает медленно замедляться и в конце концов устанавливается. То есть покататься там не получится, так как в приложении будет установлено ограничение. С владельцами электросамокатов на ЧИСИМы не распространяются волшебные опции приложения операторов, продолжат работать сотрудники госавтоинспекции. Водителей двухколесных, игнорирующих знаки о запрете движения на СИМах, ждут штрафы и административки. Наиболее полюбившимся местом отдыха для жителей областного центра, где нередко наблюдаются массовые гуляния, является набережная Амура. Зачастую наряду с молодежью прогуляться вдоль реки предпочитают пожилые люди и семьи с детьми, которые не всегда могут быстро среагировать, если на них мчится скоростной самокат. Гонщикам придется поискать другое пространство для стремительных поездок, поскольку территорию Краснофлотской от политехнической до артиллерийской наряду с площадью Ленина и площадью Победы внесли в стоп-лист зон для движения СИМов. Последние площадки определили место в этом списке по особой причине. Площадь Победы уж точно не площадка для развлекательных гонок на самокатах. Место, куда приходят люди, чтобы почтить память воинов-амурцев, защищавших родину от фашистских захватчиков. Поэтому появление здесь двухколесных неуместно не только из соображений безопасности, но и этики. Что касается вопроса парковки электросамокатов, согласно постановлению градоначальника, которая вступила в силу в сентябре прошлого года, СИМы запрещено оставлять на Краснофлотской от политехнической до артиллерийской – двух главных площадях Амурской столицы. Также на тротуарах шириной меньше полутора метров, в пяти метрах от автобусных остановок, в метре от проезжей части. В противном случае, брошенные не по правилам средства индивидуальной мобильности ГСТК вывезет на штрафстоянку. Вернуть их получится только при возмещении операторам расходов за перевозку и хранение. Город.